Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И первые по вводу жилья в Приволжье. Темпы строительства в Башкортостане остаются на докризисном уровне. Сегодня Центробанк оставил уровень ключевой ставки без изменения 11%. В сообщении регулятора говорится, что решение принято с учетом увеличения инфляционных рисков при сохранении рисков существенного охлаждения экономики. Как отмечает Банк России, в августе значительно ухудшилась внешнеэкономическая конъюнктура, а снижение курса национальной валюты продолжит оказывать влияние на цены в ближайшие месяцы. Годовая инфляция увеличилась с 15,6% в июле до 15,8% в августе. По мнению экспертов, принятое решение Центробанка – самый благоприятный вариант в текущей экономической ситуации. Все рыночные субъекты, все игроки на рынке, они уже привыкли к этой ситуации, более-менее как-то успели адаптироваться. И до того, как другие факторы на рынке примут какие-то более понятные и прозрачные для рынка свои позиции, параметры, вот это вот то, что ключевая ставка не меняется, это наиболее благоприятный для них вариант. Следующее заседание Центробанка, где будет рассмотрен уровень ключевой ставки, назначен на 30 октября этого года. Региональный Минфин разработал схему размещения временно свободных средств на банковские депозиты. Таким образом, бюджет Башкортостана сможет приумножать сам себя. Механизм уже одобрен правительством республики, в нашем регионе его начнут практиковать впервые. Банковская операция «Овернайт» подразумевает поступление средств на депозит в последний рабочий день недели. Возврат суммы и начисленных на нее процентов производится в первый рабочий день после выходных или праздничных дней. О размерах средств не уточняется. Каждая копейка, вырученная от размещения своих средств, своих ресурсов в виде свободных средств бюджета на депозитах в банках, я думаю, что эта мера безусловно правильная и даст определенный экономический эффект. В качестве агентов банков будут выбраны, наверное, банки системообразующие. Вероятно, всего, так или иначе, размещение этих средств будет также, вероятно, застраховано. Кредитная организация для размещения бюджетных средств будет определяться по результатам аукциона. Участвовать в нем могут банки, имеющие соглашение с Минфином. Договоры на три месяца будут заключаться с финансовыми организациями, которые предложат самый высокий процент по депозиту. Информация о курсах валют, установленных Центробанком на выходные. В следующий понедельник доллар подешевел на 48 копеек, 68 рублей ровно, и евро, напротив, дорожает, плюс 20 копеек, курс 76,81. Лучшие обменные курсы на сегодня – покупка доллара и евро в БКС-банке за 67,50 и 76,20 соответственно. Продажи в Локобанке – доллар за 68,23, евро за 76,82. Большая часть банковского сообщества республики не видит смысла в запрете выдавать рядовым гражданам кредиты в валюте. По мнению экспертов, это противоречит действующему законодательству и невыгодно тем, кто получает доход в долларах или евро. Законопроект о запрете выдачи кредита в валюте был рассмотрен ранее правительством страны. В документе отмечалось, что это снизит риски населения в условиях нестабильного курса рубля и защитит потенциальных ипотечных валютных заемщиков от разорения. Однако инициатива не нашла поддержки у кабинета министров. У Центрального банка много инструментов, которые он может сам это регулировать резервированием. И сами банки, кому просто так не выдают кредиты в валюте, потому что это, соответственно, политика и банку тоже проблемные заемщики не нужны. Банки научились за последние годы анализировать заемщика, понимают структуру его доходов и сможет ли он или не сможет платить в валюте кредит. На сегодняшний день задолженность по валютным кредитам в Башкортостане выросла почти на 3,5% по сравнению с прошлым годом до 109 миллиардов рублей. Рост обусловлен перерасчетом валютных кредитов в рубли. Темпы строительства в Башкортостане, несмотря на кризис, остаются на высоком уровне. Сегодня Госкомстрой Республики отчитался о введении за 8 месяцев этого года более 1 миллиона 600 тысяч квадратных метров жилья. Это почти на 5% больше прошлогодних объемов. Около 65% от общего количества жилье эконом-класса, где цена за 1 квадратный метр порядка 35 тысяч рублей. Ведомстве отметили, что в России ожидается снижение темпов строительства в объеме 10-15%. Региональные власти намерены сохранить текущие показатели. 2015 год определен в объеме 2 миллиона 660 тысяч квадратных метров. По итогам 7 месяцев по вводимому жилью среди регионов Приволжского федерального округа Республика Башкортостана находится на первом месте. На этом у меня пока все. Далее смотрите программу «Главное». Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин